Две недели назад глава Одинцовского района уже был в Барвихинской амбулатории с обходом. В поликлиническом отделении обслуживается более 9 тысяч человек. В этот раз сообщение с медперсоналом началось на первом этаже у регистратуры. Определенно я видел замечания, нарушения, что вы сделали за эти 10 дней, как преобразилась ваша амбулатория. Медики рассказали Андрею Иванову, что изменилось за две недели. В амбулатории работают педиатры, терапевты, окулист, хирург, гинеколог, лор. В апреле появится и невролог. Недавно в амбулатории сделали открытую регистратуру. Теперь там можно завести электронную карту. Также открылся кабинет физиотерапевта, заработали УЗИ и рентгенаппараты. По словам Ольги Мисюкевич, главного врача Одинцовской ЦРБ, в этой амбулатории в одной из немногих врачей ведут прием вместе с медсестрами, что повышает качество их работы. Мы когда проводим социальные опросы у населения, то на первом месте у людей стоит не какого качества у нас томограф, УЗИ-аппарат или оборудование офтальмолога. На первом месте очереди. Ольга Мисюкевич подчеркнула, что проблем с очередями здесь нет. Жители могут записаться к доктору через электронную регистратуру, а для пожилых людей специально создан колл-центр. В ходе беседы с главой района жителей поселка Усово-Тупик говорили о необходимости открытия кабинета врача общей практики. До мая месяца решим опрос про Усово-Тупику. Буквально на прошлой неделе был разговор с тем несостоявшимся застройщиком, который у вас там планировал библиотеку сделать, и фельдшерский акушерский пункт у него тоже в обязательствах стоял. Они возродились из пепла, пришли и готовы начинать социальных как раз своих обязательств. Я думаю, два месяца им будет достаточно, чтобы сделать в кабинет врача общей практики. Сегодня в амбулатории нет кардиолога, но для тех, кто в его помощи нуждается, организовываются выездные приемы. Пациенты рассказали главе, что недовольны работой окулиста, и что есть необходимость в детском стоматологе и некоторых узких специалистах. Да, я уверен, что оно готово. Мы сегодня действительно приехали с проверкой. Как вы все знаете, Андрей Воробьев объявил всеобщую диспансеризацию, и мы активно включились в эту работу. Будет специальный день, в который будет происходить диспансеризация, потому что многие в силу своей загруженности, занятости на рабочих местах нет возможности проходить обследование в течение трудовой недели, в течение рабочих дней. По итогам инспекции он отметил, что в амбулатории произошли положительные изменения, все помещения отремонтированы, населению предоставляются качественные медицинские услуги. Пока Андрей Иванов инспектировал амбулаторию, у входа в нее ждали встречи с главой, чтобы задать вопросы, касающиеся не только медицины. Проблем в поселении накопилось много, и это неудивительно, ведь более полугода здесь нет никакой власти. Не работал физиокабинет, не работала лампочка даже вот в этом столбе. Приехал, нашел силы, сделал результат. Правильно. Это вопрос ваш был? Да, неделю назад заехал в Барвихе, в ФАП в Барвихе. На трех сотках, вот это убогое здание, 38-го года постройки. Уверяю вас, есть две недели, будет новый ФАП в здании администрации Барвиха. Тоже власти нет поселения. Но я не могу здесь каждый день решать ваши проблемы. У вас должна быть легитимная, полноценная власть, которая занимается хозяйством. За год не было сделано ничего. Вы это тоже знаете. А может быть даже и больше, чем за год. В Барвихе до сих пор не принят с бюджет на 16-й год. Местная администрация бездействует. Жители озвучили главе района проблемы, в числе которых повышение цен на ЖКХ, ветхое аварийное жилье, отсутствие парковочных мест и зон отдыха, парков и площадок. Говорить можно долго. А делать пошел и сделал. Вот. И я так и уже. А мне вообще нравится ваша политика. Глава подчеркнул, поселению необходима команда управленцев с богатым опытом. Они должны быть местными, Одинцовскими. По словам Иванова, нужна команда, крепкий локомотив хозяйственников, который поведет за собой и депутатов, и жителей. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.